Как и люди, собаки могут страдать от эпилепсии. Крэг Эдамс вспоминает ужасающую ночь, когда выяснилось, что его собака больна. «Бастер не издал ни звука при первом приступе. Но, вы знаете, судороги были очень сильными». Эдамс обратился к каннабису, чтобы попытаться облегчить симптомы Бастера, и увидел мгновенные результаты. «Прошло примерно 45 минут, и я увидел разницу. Это была совсем другая собака». Бастер входит в состав экспериментальной группы из 40 собак, принимающих участие в исследовании университета штата Колорадо. Цель экспериментов — определить действия каннабидиола, вещества, полученного из каннабли. Сначала исследователи проверяют собак на наличие аномалий, которые могли бы быть основной причиной припадков. Владельцы ведут записи, регистрируя приступы своих питомцев. При проверке на артрит исследователи измеряют, как собака распределяет вес на каждую лапу, когда ходит по специально сконструированной дорожке. «Когда собака осторожно наступает на лапу, это означает, что она испытывает боль». Во время исследования каждая собака будет получать масло из каннабидиола в течение первых шести недель, а еще шесть недель — плацебо. В Центре внимания ученых — дозировка препарата, методы его применения, побочные эффекты и способы противодействия им. «Главная долгосрочная цель — определить возможности для лечения людей». Результаты исследования ожидаются в следующем году.